Несмотря на то, что актерская карьера Константина Стрельникова развивается уже много лет, многие зрители только недавно открыли для себя этого талантливого исполнителя. Помимо творчества, их интересует также и биография актера, а также, кто его жена и есть ли дети. Сейчас в его фильмографии появляются новые работы, которые с удовольствием смотрят его поклонники. Константин родился в 1976 году в Уфе. Его отец и мама не имеют отношения к миру театра и кино. Детство будущего актера проходило, как у большинства его сверстников. В школьные годы он занимался спортом, а затем стал интересоваться актерской игрой. Мальчик записывался в театральную студию, где получил первый азы будущей профессии. Будучи старшеклассником, он сообщил своим родителям о намерении поступить в театральный вуз в своем городе. Став студентом в театральной академии, юноша совмещал учебу и игру на сцене драматического театра. В 1998 году Стрельников получил диплом, а затем продолжил работать в театре. Но начинающий актер мечтал о более значимых ролях и известности, поэтому решился на переезд в Москву, где вскоре поступил в ГИТИС. Получив диплом, Константин устроился в театр Луни, где два года и играл в постановках. Одновременно с этим он стал сниматься в кино, где первые несколько лет был задействован в эпизодах и небольших ролях. Лишь в 2007 году актер появился на экране в образе главного героя, сыграв Олега в сериале «Секунда до». А уже позднее в его фильмографии появились такие роли, как майор Белянчиков в криминальном фильме «Знахарь», Сергей Матвеев в боевике «Прыжок Афалины», Виктор Дилмен в драме «Брат за брата», Юрий Говоров в сериале «Врач», Кирилл в мелодраме «Полдень на пристани». Благодаря его мастерству и внешним данным ростом 187 см и весом 90 кг, режиссеры часто видят Стрельникова в образе мужественных сотрудников спецслужб и полицейских, которых он исполняет безукоризненно. Неудивительно, что после успешных работ многие зрители раскрыли для себя этого актера и с интересом ожидают его новых ролей. В 2017 году его фильмография пополнилась такими картинами, как «Люблю тебя, любую», «Перекресток», «Спящий», «Старушки в бегах», а в 2018 году состоится премьера новых фильмов с его участием. Со своей будущей женой Полиной Сыркиной звезда кино познакомился на съемках мелодрамы «В полдень на пристани», где они играли влюбленную пару. Их роман оказался настолько бурным, что актеры поженились сразу же после окончания работы над проектом. Свадьба проходила в Минске за городом, где для своих гостей молодожены сняли дом. Несмотря на разницу, в 10 лет супруги чувствовали себя очень комфортно друг с другом. К тому же имели общие интересы. Актеры и жена мечтали о детях, но это событие так и не произошло в их личной жизни. Несмотря на статус любящей и красивой пары, в 2016 году стало известно, что супруги больше не живут вместе. Как оказалось позднее, у них совершенно разные взгляды на жизнь, из-за чего в семье возникало много недопониманий. После развода бывшие супруги продолжают общаться и интересоваться делами друг друга, оставаясь близкими людьми. Сам Стрельников никак не прокомментировал свои отношения с бывшей женой.